Сегодняшние консерваторы и сегодняшние либералы, леволибералы, собственность и запада, являются прямыми наследниками в этическом плане этики протестантизма и этики католического православного линия. В чем эти системы этики отличаются? То, что консерваторы завязаны на протестантизм, это очевидно, особенно в Америке. В американской перспективе это как бы ясно, вот они и спубликанцы, и евангелисты, вот они и основа основ кассивативного направления. То, что либералы происходят из католическо-православной линии, не так очевидно. Это, по крайней мере, не прослеживается так по происхождению. Тем не менее, структурно, я думаю, что это одно и то же. А именно, в чем кардинальная разница? Скажем, когда человек православный или католик, его большинство знаний о Священном Писании, это то, что он услышит в проклятах. Сам он не очень-то читал. Может быть, он читал псалмы. Он читал какие-то отдельные отрывки. Но так, чтобы он открыть книгу и начать вот так вот систематически изучать, очень мало кто. И поэтому его перспектива, это то, как священник представит ему текст. А собственного опыта у него не хватает. Он как протестант, это основа основ, это собственный опыт изучения текста. И поэтому православно-католическая линия делает огромное ударение именно на новозаветную перспективу, совершенно убирая от читателя верхозаветную перспективу. А в протестантизме наоборот. Потому что, когда человек читает сам, то Танах – это огромная книга, в ней много разных интересных историй. И уж, по крайней мере, он это знает никак не меньше, чем Новый Завет. А мало того, что это формирует опыт самостоятельной учебы и самостоятельного мышления, и самостоятельного принятия решений, обсуждения, что необычайно важно. Это, кроме того, чрезвычайно меняет этическую систему. Ну, вы, конечно, все знаете, что первой книгой по социологии было исследование, которое показалось между католиками и протестантами в Германии. Протестант с критикой дух капитализма, ее основа основы была в том, что Германия – это одна из тех немногих стран, где католики и протестанты более-менее, так сказать, в первичку, относительно равны, не то что они атомисты, а они или такие, или такие в основном. Да, здесь, в Германии, хороший социологический, как бы, плацдарм для этого. И было показано, что хотя у них общая культура, и у них общая школа, и они учились одинаково, у них и логическая система одинаковая, и они живут в одних и тех же условиях, и тем не менее протестанты гораздо успешнее. И причина этого, конечно, религиозная, потому что другой причины здесь уже не остается. Нельзя это списать на законы, нельзя списать на образование, ни на что другое, потому что не связывается только протестанты и католики. И пойти на следующее, что при католическо-православном подходе бедность становится синонимом правильности. А при протестантском подходе, наоборот. Потому что, если мы возьмем перспективу Нового Завета, то бедные они хорошие, богатые они плохие. И это было перенесено, опять, это было сказано, в определенной ситуации, в определенной исторической обстановке, в определенной социальной обстановке, которая была на тот момент. Но это было перенесено на то, что это всегда так. Это было перенесено таким образом. И отсюда возникает идея, что богатый он на самом деле варюнка. Богатый он о гряду бедных. Он, может быть, законный варюнка, может он там их праведным, то, что он нарушил закон обязательно, но тоже там, не знаю, какие-то там поговорки типа русских, там, из делов праведных, и построешь палатку ранее. То есть, человек, который ведет себя хорошо, он не может быть богатым, он наворовал. Так или иначе, таким-то или другим образом. Может быть, законно, но, в общем-то, он за счет этих бедных живет. В то время, как в нормальной цивилизации все абсолютно наоборот. Это бедные живут благодаря тому, что есть богатые. Это когда речь шла о органичных ресурсах, которые мог забрать себе или А, или В, вот тогда действительно один богатый, другой видит, потому что он еще ресурсов себе забрал побольше. А сегодня, если нет, сегодня, уже 500 лет, видишь, совершенно иной. Богатство создается людьми, которые его создают, а не распиливаются природные ресурсы. И вот это, собственно, это было так, как капитализм. То есть, богатство создается инициативой, мыслью, вариантом, риском. И вот это вот создание богатства, оно кардинально поменяло все. И поэтому, особенно в сегодняшнем мире, когда богатство создается из нуля. Ну, когда, я не знаю, когда какой-нибудь, там, IBM построил компьютеры, то не потому, что он ограбил всех, он стал миллиардером, а потому, что он создал продукт, который всем нужен. Большое спасибо биологическому, Макрософту, что у нас имеется программа, которая, я понимаю, что профессиональные программисты будут плеваться на эту программу, и мы их всегда в кодеке программировать. Но все-таки, если бы мы превратили компьютер, продукт для всех, совершенно необходим вот этот самый Windows. И большое спасибо поэтому Макрософту, что он его создал, не важно, что на него плюются программисты. И поэтому то, что он миллиардер, не то, что он ограбил меня, потому что он сделал мне продукт, который мне нужен, или в наших глазах, там, Google, он создал возможность поиска. И поэтому он миллиардер законно, он мне дал продукт, который мне нужен, или тот же самый, там, Facebook, не знаю. Потому что не было этого товара, не было этих социальных сетей, а они нужны, они все-таки меняют жизнь. Мы всех с вами любим, да, там, телевизор можно обругать, газеты можно обругать, тем не менее, они все нужны, и так же социальные сети нужны. И поэтому он закон не миллиардер, не то, что он кого-то забрал, а то, что он создал. И вот это понимание, оно совершенно входит в противоречие с той перспективой, которая была новозаветная, когда богатый мог быть человеком нехорошим. Но это переосмысление не произошло, оно продолжает повторяться, оно продолжает редублицироваться в голову людей, что, в общем, быть богатым плохо, что это нехорошее, если на самом деле бедный прав, что бедный он хороший. И когда этика отрывается от религии и становится самодавляющей, как в современном сегодняшнем западе, это и есть этическая схема леволюбералов. То есть богатый всегда неправ, успешный всегда неправ тем, что он успешный, а бедный, он хороший. А если бедный ведет себя плохо, то это потому, что он бедный. Мы ему дадим, и он будет хорошим. Хотя это раз за разом полностью платиморичит реальности. Это религиозность, да? Ну, например, почему леволюбералы на Западе, например, против Израиля, и за, например, там, арабских террористов? Хотя, казалось бы, по всем западным нормам, и по либерализму, и по свободе, и по экономике, и по всем параметрам, ну, Израиль в тысячу раз ближе, вроде вот реализация. Да и арабы, в общем, живут в Израиле, ну, собственно, гораздо лучше, чем они живут в любой арабской стране. Ну, я понимаю, что шейхи арабские живут богаче, чем простой народ. Или, там, если возьмем, там, какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь объединенные арабские эмираты, то, конечно, тех, кто гораздо не этих эмиратов, они, конечно, получают гораздо больше. Но жители, которые там, на статусе Гастайбайта, которые из других арабских странах уезжают и работают, они не имеют ничего. Среди с тем, как, в общем-то, живет под Израильской, так сказать, оккупацией, вот это вот оккупированное арабское население Евгений Самарин. Это же в тысячу раз лучше, чем в любой арабской стране. И, тем не менее, левый будет все равно продолжать против Израиля выступать. Потому что, если арабы бедные и несчастные, а Израиль явно сильный, то, значит, Израиль неправ. И когда начинается, вот в этой войне, последний, погибло столько-то полицинцев и столько-то израильтян. Но, разумеется, это еще сравни борьбу полицейских с гангстерами. Представляешь, погибло больше гангстер, чем погибло полицейских. Явно полицейские применили вишнюю силу. То есть, это все абсолютно бредовые вещи, потому что здесь заранее схема. Бедные, они хорошие. А вы явно ребята сильные, вы явно богатые, значит, вы нехорошие. И поскольку эта позиция религиозна, то не помогают никакие доводы. Невозможно ничего сравнить. Потому что речь идет о бедных и несчастных. И то, что этим бедным и несчастным, именно они потому и бедные и несчастные, что им все помогали. А если бы им перестали помогать, то они бы не перестали быть бедными и несчастными когда-нибудь. Но они не перестанут ими быть. Чтобы быть бедными и несчастными выгодно. И поэтому они продолжают быть бедными несчастными. И за это и себе пользуются жизнь, и всем остальным. Сейчас в Америке очень забавно, вы знаете, что среди эскубликанцев есть такой Вен Карсон, черный нейрохирург, выдающийся нейрохирург, который там провел какие-то операции, выделили всяких близнецов, какой-то супер-супер, так сказать, с затяжениями, черный. И он является одним из претендентов, ну то, что он может выявить, но один из претендентов сейчас республиканской правительности. Так вот, либералы и демократы из всех республиканских кандидатов ненавидят его больше всех. Причина очень простая. Он неправильный черный. Черные не должны быть такими. Черные могут быть успешными, они должны выступать за пособия для черных. Они должны выступать за то, чтобы черным дать побольше. А он выступает против всего этого, против всех квот, против всех, как называется, обратной дискриминации. То есть именно это и портит жизнь. Нужно перестать быть асистами наоборот, и не нужно принимать людей в университет, давать им оценку, потому что они черные. Потому что тогда черные никогда и подняться не могут. То есть он выступает как бы за позицию, они его называют, что он предатель черного народа. Он встал белым черным. Так он успешный. Потому что он понимает на самом деле, что нужно для реального исправления ситуации. А леволиберальная позиция, это позиция фанатически-религиозная. Она не изучает ситуацию. Она не смотрит, что будет в реальности. Нужно, чтобы было вот это, потому что бедным нужно давать. И вот в этом конфликте двух этических систем Запада Израиль как цивилизация занимает определенное место, совершенно однозначное. И чтобы конкретные израильтяне не хотели бы, и тем более евреи и диаспоры не хотели бы, Израиль вынужден быть на позиции Танаха. Здесь нет вариантов. Здесь сама жизнь заставляет. И поэтому конфликт, поэтому в Израиле стала поразительной ситуацией, что протестантские фундаменталисты в Америке, это ближайшие друзья Израиля. А леволибералы наоборот противники Израиля. Именно потому, что протестанты читают Библию. И когда протестанты читают Библию, то они читают Танах. И поэтому их этическая система находится ближе к Израилю. Теперь, в католическом мире самое близкое движение к Израилу это неокатахуменат. Почему неокатахуменат занимает суперпроизраильскую позицию? Да потому, что он читает Библию. Знаете, какой неокатахуменат? Не знаю, наверное, рассказывать. Все знают, что это такое, да? Неокатахуменат. Это движение возникло в Испании в 50-е годы, которого идея главная была такая, что катехизацию проводят дети перед конфирмацией. И то, что они выучили в 15 лет, или там во сколько происходит катехизация, когда они становятся взрослыми, это уже детски выглядит. То есть, они религию воспринимают на детском уровне, дальше они становятся взрослыми, а религия в их голове детская. Что они тогда не изучают. И поэтому нужно взрослым религиозным провести перекатехизацию. Это, собственно, и есть смысл слова неокатахуменат. То есть, провести перекатехизацию с тем, чтобы изучить заново для взрослого человека основы религии. Это была их иерархия церковная, католическая, пока Иоанн Павел II не предоставил им статуса законного католического движения и приказал всем его впускать во все, так сказать, церковные структуры. Это неокатахуменат стал изучать Танах. Как только он стал изучать Танах на взрослом уровне, он по-другому посмотрел. Во-первых, он запросил еврейские комментарии, потому что без еврейских комментариев невозможно изучать. Это как бы огромный пласт. Во-вторых, он стал совершенно иначе смотреть на мир. И получилось, что внутри католицизма выросло совершенно новое движение, которое переформировало, насколько оно сильное сегодня. Сколько это миллионов человек, которые совершенно иначе смотрят на все. И в этом плане, мне кажется, что вот этот конфликт этих двух этических систем как бы начали с того, что Запад, никто не может с ним соревноваться, но он может убить сам себя. Потому что если Запад достигает успеха, и этот успех объявляется аморальным, то этот успех будет разрушен самим Западом. А успех, чтобы он... А вот изучение священного писания, изучение библейских текстов взрослым человеком и показывает, что успех это позитивно. Как только мы открываем Танах, мы видим, что все праведники были богатые. Авраам был богатым, и Исаак богатым, и Авраам богатым, и Иосиф богатым, и Моисей богатым, и Давид, и Соломон, и все были богатыми. И при этом они вершина праведности, и через них пришло откровение. И поэтому в богатстве самом по себе ничего плохого нет. Ну, чтобы оно было правильно применено. Да, бывают исторические эпохи, когда это нерелевантно. Но в целом это остается базой. И вот эта перестройка, как мне кажется, католическо-православного мира на рельсе изучения Библии является критически важным для выживания православной католической цивилизации. Потому что убить себя в современном мире можно очень легко. Не нужно думать, что вообще мы все так прочего стоим и никуда ничего не делится. Европа может тревиально себя убить. И это касается не только в Западной Европе, это касается всех. Чтобы себя не убить, нужно перечитать Библию на взрослом уровне. И поэтому этот конфликт двух этических систем он может быть решен только переоценкой наследия. Не конфликтом между православными католиками, неправославными католиками-патестантами и не конфликтом либералов-консерваторов. Переубедить просто человека невозможно. Можно изменить атмосферу общества. Так что следующее поколение будет вести в другой атмосфере. Вот этот конфликт и двух этические системы мы все на него завязаны. В общем, от этого, как я считаю, зависит судьба Запада и всех нас, и Израиля, и Украины, и всех. Потому что без Запада мы никуда как бы не денемся. И для того, чтобы спасти Запад, собственно, мы и часть этого внешнего смысла, мы должны его переориентировать вот на этот неокатахуменат. На то, что нужно во взрослом виде перечитать еще раз. Потому что Священное Писание, на то оно и Священное Писание, что оно от Бога, что в нем есть много уровней и много пластов. И то, как мы его читали в детстве, то, как мы читаем его сегодня. И точно так же, как мы читали его сто лет и пятьсот лет назад, и тысячу, то, как мы проявляем его в своеменном состоянии. Нам откроется совершенно другой уровень. И вот это, мне кажется, главным религиозной переактуализацией. Перейти на изучение Священного Писания, его обсуждение, внедрение его в общественный дискурс на серьезном уровне. Ну и вот последнее уже, если рекламная правда, так сказать, вот, собственно, эти книги для этого и предназначены. Потому что классические комментарии человеку сегодняшнему не интересны. Они говорят не о той проблематике, а не о той языковой проблематике, синтаксической, как детализмывание заповедей, как это установлено. Но это человеку часто неинтересно. Чтобы человеку было интересно, книги должны обсуждать ту проблематику, которая ему близка. Именно поэтому для Священного Писания необходимо, каждое новое поколение, каждая новая эпоха, должна писать свой комментарий к Священному Писанию. Какой-то метазик Писания.